Всем привет дорогие зрители, с вами мистер Шпилкис и мы продолжаем трофейную охоту в рубрике композиции из чучел от матмат. В прошлой серии мы с вами отправились на охоту в заказник озерный край Лейтон и создали композицию из трех чучел белохвостых оленей под названием Белохвостая стада. Вот они красавчики, я решил в итоге все эти композиции перенести, ну так скажем, в главный зал, который у нас довольно большой, где очень много постаментов, сейчас эти постаменты не видны, но если войти в режим редактирования, они все появятся, появятся таблички на стенах, постаменты на полу, в общем здесь довольно-таки много места для того, чтобы разместить здесь наши композиции из чучел, и я решил сюда их переселить. В общем будем заставлять эту комнату, потом возможно развесим для красоты стволы на стенах, вот здесь вот поставим стволы в стоечках. Вот такая у нас получилась интересная композиция и охота в общем-то получилась неплохая в прошлой серии было довольно много трофеев, интересные ситуации, всякие разные из лука стреляли, из винтовок стреляли, в общем было довольно интересно. В этой серии, друзья, мы с вами отправимся в холодную снежную тайгу на создание композиций под названием Сани продаются отдельно. Для этого нам понадобится три самца северного оленя, сделать из них чучело, ну и потом в трофейном доме мы с вами установим эту композицию. У меня на данный момент среди всех моих трофеев. Конечно же найдется три чучела северного оленя, но мы с вами сделаем их заново, прямо сейчас отправимся в зимний заказник и постараемся поохотиться, я думаю, что не хуже, чем прошлая серия, а может быть даже и лучше. Изучив немного зоны потребностей, я выяснил, что северный олень у нас с вами приходит на водопой очень-очень рано утром, где-то с пяти утра он приходит. И я предлагаю поохотиться нам с вами вот в этой области, на вот этих мелких озерах. Здесь это у нас примерно получается, ну не самый верх карты, но ближе, ближе к верху карты. Будем охотиться с вами в этой области, поищем северных оленей, постараемся обойти здесь максимум вот этих озер. Нам с вами, напоминаю, нужно целых три добыть и, конечно же, постараемся добыть их максимально возможного уровня сложности, которые нам с вами попадутся. Хорошо бы четверочки, идеально пятерочку какую-нибудь одну взять, например, но, друзья, посмотрим, как у нас с вами все получится. Что ж, отправляемся на поиски нашего первого трофея. Поиски северного оленя пока еще не увенчались успехом, друзья, но на одном из озер я встретил рысь. И так как мы с вами добываем хищников, в любом случае, и любых, и самок, и самцов. Это у нас с вами самочка второй сложности, ничего особенного, но трофеечек определенно интересный, потому что животное не такое частое, как те же северные олени, например, или лоси. И всегда приятно добыть очередную рысь. Довольно интересное животное. Сейчас попробуем сблизиться, но проблема в том, что я уже, можно сказать, на довольно критическом расстоянии нахожусь. Плюс у меня толком нет подходящего оружия, к сожалению. Мы с вами будем добывать при помощи винтовки 223 доцент полимерным боеприпасом. Попробуем сейчас сблизиться еще поближе, но рысь начинает что-то подозревать. И, возможно, друзья, мы с вами будем сейчас вынуждены произвести выстрел. Да, к сожалению, очень плохо я попал, плюс слабость все-таки этой винтовки сказывается. Почему-то рысь решила сделать шаг как раз на вдохе, к сожалению, но я думаю, что добыть мы ее добудем, там, скорее всего, попадание было куда-то в район кишечника и желудка. Прямо на вдохе она сделала шаг, и вместо легкого я попал, по-моему, попал куда-то не туда. Что, собственно, нам и показывает поведение рыси 25-50, но я думаю, что в скором времени она уже рухнет. Что ж, давайте пройдемся по следу нашего подранка и подберем наш трофей. На самом деле она не успела даже выйти с этого замерзшего озера прямо практически у берега и легла. Давайте посмотрим, какое получилось нанести ей ранение, но да, да, все ожидаемо. Попал я в желудок, в самую неприятную часть, пожалуй, куда можно было попасть, но с другой стороны, друзья, трофей классный, трофей приятный. Рысь, даже самка, даже маленькой сложности все равно интересный трофей, потому что не часто, друзья, не часто их можно вот так вот идти и надобывать, как тех же, например, лосей или оленей. Ну что ж, берем и отправляемся далее, друзья, на изучение очередного озера. Возможно, мы там кого-то еще встретим. Ну а если повезет, встретим северного оленя. И вы знаете, друзья, стоило мне только сказать, что рысь не такой частый гость в наших сериях, не такой частый трофей, как тут же, буквально отойдя каких-то, я не знаю, 50, может быть, 100 метров от этого озера, где мы добыли сейчас рысь, я услышал еще одну. То же самочка, не знаю, какой сложности, сейчас попробуем это выяснить, но нам желательно сперва замаскироваться. Давайте вот здесь на камушек ляжем, по-моему, идеальное место лучше и не придумать. И где-то, я думаю, что уже впереди, в скором времени мы с вами должны рассмотреть и обнаружить нашу рысь. Стрелять будем также из 223-го, потому что это единственная винтовка, которая хоть как-то может сохранить бонусы. Но вот, к сожалению, у предыдущего трофея это не получилось сделать. Но если получится, то, конечно же, мы сохраним максимум бонусов. Просто смысл в том, что... Так, давайте мы, наверное, да, вот такую позу займем. Не совсем это удобно. Что-то как-то не так неудобно, не так неудобно. Я думал, камушек будет поинтереснее. Ну вот, может быть, вот так получше. Экерс и 338-й, которые у меня остались еще на эту серию стволы, с которыми я еще буду охотиться, точно не подойдут нам вообще никак на рысь, потому что они попортят 100% на бонус. Ну а 223-й может и не испортить, на самом деле. Так, смотрите. Кажется. Да, вот она. Ну что, пробуем. Давайте попробуем, может быть, добыть в голову. Отлично. Вот, собственно, как 223-й сохраняет нам все бонусы у трофея. Хотя винтовка вроде как не очень предназначена для рысь, и на нее можно брать помощнее. Например, 243-й или Мосинку. Отлично. Еще одна рысь. Прекрасно. Вы знаете, интересно, интересно. Неожиданно и приятно. Ну что ж, продолжаем наш путь на следующее озеро. Вы знаете, никогда бы не подумал, что я в тайге буду так долго искать северных оленей. Ну, на самом деле я их ищу немного не на тех местах, на которых это делаю обычно. И это делаю я намеренно, потому что охота на обычных местах, она, во-первых, надоедает. Во-вторых, если на обычных местах, на которых вы все время охотитесь, вы никогда не находили бриллиант, то, скорее всего, вы никогда его там и не найдете. Вот чем, собственно, смысл. Я пытаюсь проверять сейчас какие-то другие места в надежде. Все-таки вдруг мне повезет. И вместо тех же там троек, двоек, четверок и так далее, нам с вами в прицел попадется какой-нибудь интересный образец. Но, к сожалению, пока этого не произошло. С другой стороны, я все-таки нашел северных оленей, друзья. Они у нас с вами где-то здесь. По крайней мере, одну четверочку пробегающей я видел только что. Вот она. Может быть она, а может быть и нет. Но ее мы обязательно сейчас будем манить. Это у нас самец. Симпатичные. Рожки, конечно, может быть не самые крутые. Однозначно далеко не самые крутые. Бывают и получше, и поинтереснее. Но посмотрим. Все-таки четверка, как-никак, да? Может, из него кто-нибудь интересный получится. Так, так как северное олене у нас стадное животное, то я предлагаю немного подождать на случай, если вдруг откуда-то не возьмись, как говорится, выйдет кто-нибудь еще. Такое, в общем-то, быть может. Мы с вами в маскировке, в хорошей. Ветер дует как надо, сейчас выглянет солнышко. Обалденно, на самом деле, здорово. Не перестаю восхищаться природой этого заказника, уникальностью нашего единственного полностью зимнего заказника. Вы знаете, вот все белое, да, казалось бы. Синее небо, белый снег. Немножко там где-то зеленца проступает на деревьях. Но при этом, друзья, при этом красота его как-то вот, она, ну, лучше, чем та же Испания. Цветастая, красивая, прям вся такая, растакая. Ну что, я думаю, что не стоит томить. Давайте, давайте брать. Хорошо стоит, непонятно, кто еще может прийти. Скорее всего, никто. Потому что, вроде как, никто никуда не убежал, не закричал нигде. Безумно реалистично, на самом деле. Как бы это странно не звучало, это словосочетание, безумно реалистично. Но действительно, так и есть, друзья. Вот просто посмотрите, насколько, черт побери, это красиво выглядит. Круто, очень круто. Так, ну что ж, добиваем, конечно же, без каких-либо сложностей. Экерс хорошее оружие, довольно мощное. При этом, сам олень, в общем-то, не очень мощный парень. Ну, ожидаемо, конечно же, ожидаемо. Это только лишь серебро. Это даже не золото, хотя и красивая цифра у нас финального счета трофея, да. Но при этом рога, давайте посмотрим, 297. Я думаю, что, скорее всего, эта цифра не такая уж и большая. Если брать во внимание нам северного оленя, да. Поэтому мы берем его просто как трофей и отправляемся на поиски чучела для нашей композиции, друзья. А время все меньше и меньше. Время поджимает, поэтому давайте поторапливаться. Подходим к очередному озеру, давайте осматриваться. Мне кажется, здесь должен кто-то быть, потому что, во-первых, я иду по следу примерно такой же четверки, как мы только что с вами добыли. И второй момент, я видел пробегающих самок северного оленя. Ну, там, где самки, в общем-то, там могут быть и самцы. Поэтому давайте занимать какую-то маскировочную позицию. Из нее будем осматриваться. И уже делать какие-то соответствующие выводы. Кто у нас здесь есть, кого у нас нет. По пути попадались следы бурого медведя, друзья. Интересно. Хотелось бы Мишку, конечно, в этой серии взять. Ну так, чисто ради спортивного интереса. Так, мне кажется, где-то здесь. Все же олени должны быть. Хорошо, мы замаскированы. Давайте какое-то время посидим, понаблюдаем, послушаем. И попользуемся маночком в случае, если вдруг нам ответит кто-нибудь. Мы тогда определим, где из какого направления. Так, тихо, тихо, тихо. Кто-то есть. Кто-то близко. Позиция, конечно, не самая лучшая. Давайте немного сместимся, потому что вот это вот дерево-куст чуть-чуть мешает. Так, кто бы это мог быть? Самочка. Понятно. Нет, пока это не очень интересный трофей. Так, ну, определенно, друзья, их здесь немало. Очень много слышится шагов. Так, внимание. Самка. Еще одна самка. Так, интересно, с этой стороны никто к нам не подходит? Снова самочка. Скорее всего, она сейчас заметит меня и убежит, но... Ничего страшного. Меньше будет здесь звуков издавать каких-то, которые нам мешают. Все-таки интересно, неужели мой самец ушел дальше, за которым я шел по следу? Ну, скорее всего, так. Я хочу все-таки выйти на обзор, чтобы видеть все озеро целиком, потому что мне не очень нравится, что я сейчас сижу в этих кустах и практически не имею никакой возможности толком осмотреться. Манночка мы продолжим пользоваться обязательно, чтобы все-таки придержать немножко это стадо, потому что рано или поздно они начнут расходиться, если не пытаться их приманивать. Так, ну вот, мы с вами вышли более-менее хоть на какой-то обзор. Хотя тайга славится своим... Точнее, отсутствием. Отсутствием обзора. Бывают, конечно, очень хорошие места, где прям видно далеко и широко. Ну, а бывают вот такие. Так, смотрите, брачный зов, северный олень. Интересно, интересно, давайте поманим. Все-таки ожидаю еще из того направления, потому что именно туда мой самец, по которому... По следу которого, точнее, я шел, именно туда он и уходил. Ну что ж, давайте подождем, кто к нам еще придет. Так, кажется, все-таки какой-то самец пришел. Давайте сейчас посмотрим. Прямо впереди, вот здесь, предупредил очень-очень близко. Я немножко сменил позицию, с этого камня слез, потому что постоянно кто-то за спиной топает, а посмотреть практически невозможно. Так, ну что, вот он, красавица. Нет, не он, смотрите, это самка. Значит, он все-таки где-то здесь еще в кустах прячется. Хорошо, сейчас, я думаю, мы его вытащим на себя. Но потихонечку меняется ветер, и это может быть проблема. Будем стрелять по готовности. Как только появится возможность, тут же нужно будет производить выстрел. Никаких дублей, никаких триполов, ничего такого. Нам нужен самец. Причем желательно хороший. Так, пока ситуация напряженная. Самец не идет, а ветер меняется тем временем. Не сильный, конечно, ветер, вроде бы, да? Пока такой довольно слабый, но направление может измениться четко сейчас туда, куда я смотрю, и тогда оттуда ждать уже самца не нужно будет. Максимум, самки придут. Самцы вряд ли. Так, смотрите, да? Они начинают уже реально пугаться с довольно большого расстояния. Это означает только одно. Ветер начинает портить нам охоту. И рысь у нас тут появилась. И интересно. Прям, ну, все в сборе, вы смотрите. Ну что ж, попытаюсь выманить нашего самца. Да, друзья, вот он пришел резко, быстро. Добываем. Все, без промедления. На самом деле, ситуация такая была довольно-таки непонятная. Я до конца не понимал, кто с этого направления идет. Взял, даже случайно выбрал другую винтовку, чтобы посмотреть прицел. И это вышел четверка. Причем классный, друзья. Классный, хороший. Рога, по крайней мере, гораздо лучше, чем у нашего предыдущего образца. Я думаю, что по-любому мы из него с вами сейчас сделаем чучело. Золотой, да. Посмотрите, какие они на самом деле настоящие крутые рога. 379, а там было что-то в районе 230, то ли 280. Ну, в общем, немного. Хороший экземплярчик, интересный. Делаем чучело. Отлично. Первый добыт, друзья. Что ж, я вас поздравляю. Как говорится, размочили счет в нашей трофейной композиции. Ну что ж, отправляемся за следующими. Решил проверить зону потребности водопои. В принципе, еще время есть. В 9 он заканчивается, но у нас еще как минимум, ну, около часа, чуть поменьше. Вот впереди здесь где-то эта зона находится, судя по карте, но в упор не могу никого рассмотреть. Подумал, что на самом деле, скорее всего, никого здесь и нету. Возможно, близость нашей охоты, потому что охотились мы с вами вот буквально где-то здесь сейчас, в этой области. Близость нашей охоты, возможно, распугала здесь, с этой зоны животных. Но, друзья, в какой-то момент я заметил мелькающие рога в кустах. Вот они. Вот они. Кто-то прошел, я думаю, что вы сейчас видели. Давайте попробуем приманить. Возможно, там какой-то интересный экземплярчик все-таки есть. Нас устроит четверочка хорошая, вот примерно такая же, которую мы с вами нашли. Я бы реально хотел бы вот собрать композицию вот именно из подобных четверок с большими рогами, чтобы это выглядело классно, мощно. Попробуем, друзья, попробуем. Но, вы знаете, на удивление охота в тайге оказалась, ну, как минимум, непростой. Может быть, потому что я по незнакомым, относительно по незнакомым местам пошел, хотя вроде бы места такие. Плюс-минус все довольно знакомые, хоженые и так далее. Так, ну что ж, смотрите. Выбор у нас невелик. Пока одни самки. По-моему, нет, тоже самка, думал, может быть, хотя бы это самец. Нет, к сожалению. Выбор действительно невелик. На самом деле, так что... Если сейчас откуда-то не вырулит самец, а скорее всего он не вырулит, потому что... Потому что его здесь нет просто-напросто. Да, в общем-то... Интересная ситуация, конечно. Рогов на самом деле много оказалось там в кустах, да? Но ни единого того, кто нам нужен. Ну что ж, давайте тогда не будем терять времени. Поздороваемся с нашими северными обитателями. Они сейчас все, конечно же, разбегутся. И пойдем уже на довольно знакомые, хоженые места, друзья. Поищем северных оленей там. Снова я перемотал немножко время на пораньше. Где-то у нас с вами 6 часиков, наверное, полседьмого. И, друзья, буквально отошел я с всего ничего от опорного пункта. И посмотрите, кого я встретил здесь на нашем озере Большом. Посмотрите, какие интересные экземплярчики у нас здесь с вами бегут. Ну что ж, я думаю, что как минимум мы из самца, скорее всего, троечку добудем. Посмотрим на его рога, оценим. Подойдет ли он нам для нашей композиции. Потому что, вы знаете, вот отсюда кажется, что рога довольно интересные. Давайте все меры предосторожности сразу. Нейтрализатор запаха. Маскировка и манок. Все у нас с вами довольно-таки стандартно практически всегда. Все, отлично. Маскировка появилась. Нужно сейчас нам немного преодолеть вот эту вот прибрежную траву. Чтобы выйти более-менее на хороший обзор. Хорошо. Обзор есть. Все. И теперь уже спокойно, друзья, мы с вами изучим, кто у нас тут есть. Ну, по традиции, конечно же, одни самки. И вот такой вот троечка самец. Но рожки, конечно, ну, такие, да, бывают и получше. Ну что ж, к дареному коню, как говорится, в зубы не смотрят. Нам и такой трофей сгодится. Сейчас остановится, попробуем добыть выстрелом в сердце. Да, отлично. Это делать несложно, потому что сердце у них не маленькое, в общем-то. И попасть туда тоже не проблема. Именно вот с такой позой животного. Так, ну что ж, давайте оценим. Если у него будет больше 300, счет по рогам. Ну, или хотя бы там больше 350. Потому что предыдущий что-то там был в районе 370. Это прям совсем-совсем хорошо. Конечно, я уверен, что у бриллиантового рога, я думаю, поинтереснее. Но здесь тоже, посмотрите, не такие уж простые. Хотя вот именно здесь, в окне трофея, они кажутся гораздо меньше. Потому что те рога у нас с вами прятались сверху. То есть они настолько были высокие, что реально прятались где-то там наверху. 239, да. Как выяснилось, совершенно, совершенно никакие рожки. Ну что ж, берем трофеечек, друзья, и отправляемся далее. Ищем следующих. Ну что ж, друзья, очередное бегущее по льду стадо. И там есть шикарная четверка. С крутейшими рогами классными. Вот он, вот он красавец. Посмотрите, какие рожищи тянут, ну как минимум, на пятерку. Такие прям огромные, гигантские. Отростков немало. Здорово. Хорошо, давайте сейчас, наверное, сблизимся на дистанцию приманивания. Хотя бы их сдернуть в мою сторону, чтобы они начали идти на меня. И этого мне будет достаточно. Со 150 метров, я думаю, преспокойно я добуду вот эту четверку. И мы с вами посмотрим, кто еще там есть. Потому что есть там еще. Например, кто? Кабарга двоечка. Ну, Кабарга двоечка как бы особого интереса для нас в этой серии не представляет. Я думаю, что, наверное, представлять будет. Но не сегодня. И тем временем ситуация складывается такая, что пока дистанция у нас с вами слишком большая, чтобы зацепить четверочку на меня. Нужно продолжать манить без остановки, чтобы хоть немного зацепить. Дистанция манка, насколько мне известно, 150 метров. И нам придется сейчас постараться, чтобы четверочку вытащить. Плюс к тому, друзья, я не решусь сейчас по ней стрелять из лежачей позы. Почему? Потому что есть вероятность, что я зафейлю. Нужно будет стрелять только из сидячей позы. Так, ну, собственно, ждать мы, наверное, не будем. Остановится сейчас. Конечно же, спрячется. Иначе он бы не был северным оленем, да, хитрым. Но будем брать. Вот так вот, прямо сейчас. Так, внимательно смотрим, что у нас происходит. Все, трофей наш, прекрасно. А ну, успеем, интересно, кабаргу взять. Такой сделать дубль разных животных. Ну, на самом деле, на самом деле, да. Нет, за рельефом находится. Высоковато пошло, скорее всего, я попал куда-то. В район позвоночника. Ну что ж, ладно. Не получился сделать дубль, ну, оно и понятно. Потому что не подготовился толком. И немножечко сместил прицел повыше, чем хотелось бы. Плюс пытался, конечно же, на опережение как-то рассчитать. Но, друзья, такое может быть. И промахи на охоте, это, в общем-то, обычное дело. В этом нет ничего удивительного. Я думаю, вы это прекрасно все понимаете. Так, ну что ж, смотрим, красавцы. Вот какие должны быть рога. Какие? Вот такие, которых даже не видно за экраном. Вот такие вот огромные гигантские рожищи, я бы их назвал. А ну посмотрим, 349. Похуже, конечно, но, друзья, все равно классные. Классные. Делаем чучело. И нам остается последний, последний северный олень, друзья, для того, чтобы создать нашу классную, интересную композицию. У нас там, конечно, есть кандидат, троечка, да, но слабоват. Слабоват и маловат. Поэтому, наверное, мы его возьмем. Просто как трофей. Да, к сожалению, не получилось, но выстрел тоже неплохой. В итоге получился. Так, и что? Нам нужно найти нашу кабаргу подраночка. Олень никуда со льда не денется, он так там и пролежит. А вот за подранком кабаргой нам нужно обязательно сбегать. Ну, не сказать, что она пробежала слишком много. Обычно. Средне, так скажем. Давайте посмотрим, что в итоге нагородил. Да, попал именно туда, куда и думал. Попал куда-то в район подзвоночника. Причем, смотрите, мы куда-то в грудной отдел, да, пуля по траектории летит. А зарегистрировала игра как поясничный. Ну, что ж. Попали хотя бы так, забрали хотя бы так, и то хорошо. Так, смотрим дальше. Давайте посмотрим, кто у нас остается на льду. Не присоединился ли кто-нибудь еще здесь. Нет, остались только самки. И троечка наш лежит. Троечка пусть лежит, пока он нам не нужен. А мы с вами отправимся на поиски следующего самца, последнего для нашей композиции. Все-таки решил я забежать его забрать, потому что заметил еще одно стадо северных оленей. Они от меня убежали благополучно. Там вроде бы тоже тройка, ничего особенного. Надеялся, я может быть там трофеечек поинтереснее встретить. Вот эта троечка ходит. Но, к сожалению, нет. Пока только такие у нас с вами попадаются. И давайте посмотрим, куда еще мы с вами можем здесь сходить. Так, это зона потребности лося. У нас есть зоны потребности вот здесь, в этих краях северного оленя. Зона отдыха с 13. И зона кормежки с 9. Но я подозреваю, друзья, что, скорее всего, это те же самые олени, которые, ну, которые, собственно, перед нашими глазами сейчас находятся. То есть нам нужно нашего последнего северного оленя где-то поискать в другом месте. Где мы еще, например, не охотились. Так. Троечка, конечно, манит меня как трофей. Не спорю. Но, друзья, времечка, к сожалению, поджимает. Возможно, мы с вами откажемся от этой тройки. Пускай он там себе бегает, подрастает. Может быть, подрастет побольше. Ага, здесь у нас кабарга еще одна. Слушайте, животных прям очень много на самом деле. И северных оленей в том числе. Так, ну что ж, попытаюсь сейчас где-нибудь, друзья, найти нашего последнего северного оленя на эту серию. Друзья, напал на след рыси и потом в скорости заметил ее в бинокль. Оказался мифический самец. Вы знаете, такой трофей, я считаю, упускать нельзя ни в коем случае. Вот она, эта рысь, мне кажется. Да, вот он, мифический самец. Я думаю, что надо его обязательно приманить, постараться, чтобы он вышел более-менее удобно. И, скорее всего, выстрелом в голову. Прицельным выстрелом, конечно же. Потому что ни прицельным не хочется. Под конец серии здесь сделать себе подранка, чтобы потом за ним бегать. Вот он. Вот он, красавец. Но я думаю, что надо брать, друзья, обязательно. Сейчас подождем. Более удобной позы. Но, смотрите. Смотрите, перемещается он немного не туда, куда мне бы хотелось. В итоге довольно близко, но может зайти на ветер. Вроде бы еще пока далеко до конуса ветра нашего, да? Но вот он ускоряется. Так, смотрите. Вернулся назад. Можно понаблюдать, кстати, как ведет себя рысь. Поведение все время какое-то такое. Приходит она какими-то зигзагами. Так, ну что ж. Ждем. Ждем удобной позы, друзья. И будем производить выстрел. И я думаю, да, да. Отлично. На секундочку я побоялся, что все-таки пенек вот этот может схватить пульку, но нет. Все произошло именно так, как должно было. Отличная мифическая рысь, друзья. Вы знаете? Подмывает меня, конечно, сделать чучело. И я сделаю из нее чучело. Потому что, ну, такие обязаны. Обязаны быть увековечены в нашем трофейном доме. Такие животные. Хоть это немножко и не входило в наши планы. Ну что ж. А у нас с вами, я напоминаю, последний северный олень для композиции. Саней продаются отдельно. Поехали. Так, вы знаете, игра упорно не желает давать мне северного оленя, но при этом дает мне периодически то рысь, а сейчас медведя, друзья. Давайте посмотрим, где и какой образец. Очень рядом где-то топает. Прям вот совсем рядом. И сейчас желательно понять, где именно. Я вижу подсветку следов. По-моему, вот где-то буквально метров, мне кажется, 50, не больше от меня, где-то топает медведь. Где-то сидит он. В кустиках притаился. Что ж. И мы посидим. Притаимся и посидим. И посмотрим, какой там у нас с вами медведь. Так, пока, к сожалению, не видно. Ну что ж. Посижу, поманю, друзья. Как выйдет, мы с вами его, конечно же, добудем. Так, внимание, снова я услышал топот где-то впереди. Довольно близко, но вот что-то мешает ему подойти еще ближе. Не решается. Ну вот, вот, вот он побежал. Не успел определить. Семерочка, слушайте, ну классный. Надо брать. Выстрелом в легкие, конечно же. Других никаких вариантов у нас просто-напросто нету. Отлично, добываем еще один классный трофей. Пойдемте подберем, посмотрим на этого красавца. Хороший получился выстрел из мощнейшей нашей 338-й. Скорее всего, там пробитие двух легких, потому что кровопотеря там реально очень большая. Да, пробитие. Ох, еще. И что у нас там? Печень, да? Да, поэтому, собственно, кровопотеря такая большая. Слушайте, ну классно. Смотрите, светло-коричневый. Тоже красавец на самом деле. Классный. Ну что, чучела нет? Ладно, нет, давайте не будем. Хочется, но не будем. Не будем, потому что наделаю сейчас чучел. А что делать потом, да? Нам с вами в нашей рубрике чучело мат-мат. Ну что ж, все-таки я грею надежду, друзья, встретить еще одного северного оленя в этой серии. Ну что ж, все-таки, друзья, получилось найти еще одно стадо на водопое, но четверка есть, а вот рогов, классных, красивых, к сожалению, нет. Отсюда, конечно же, довольно сложно понять, и может быть, все-таки есть еще кто-то, потому что до конца непонятно. Давайте сейчас искать какую-то маскировочную позицию, и из нее уже будем осматриваться. Плюс кабарга здесь самец. Вообще, места, на самом деле, вот эти мною не особо хоженые. Я тут, может быть, был раз-другой, а может быть, и вовсе один раз за все время. Это означает что? Что здесь, кстати, можно встретить тех животных, которых ты не встречал ранее. Например, троечку кабаргу. Хотелось бы. Так, что ж, давайте немного углубимся в эту траву. Кто-то прям здесь рядом с нами топает. Я думаю, что это та самая кабарга, скорее всего. Мы немножко здесь не за этим, поэтому давайте. Давайте попробуем выйти из травы, но все-таки интерес, конечно же, когда не видишь кто, всегда, черт побери, интересно. Нет, это единичка самец. Не троечка, а единичка. Ну что ж, давайте поманим, посмотрим, кто к нам выйдет, потому что что-то там похоже на то, что есть еще где-то за ветками, за деревьями животные. И, по-моему, там даже есть лоси, насколько мне это видно. Да, есть тройка, смотрите. Там у нас отдыхает кабарга одна, самочка, да? И вот где-то здесь, по-моему, я видел еще... Еще рога вот где-то то ли за этим деревом, то ли где-то вот здесь. Непонятно. Ладно, сейчас мы дождемся, кто к нам может выйти. Надеюсь, что все-таки соображают они пошустрее. Потому что вроде бы по первым признакам видно, что они не сильно торопятся. Так, ну что ж, давайте попробуем их поторопить. А у меня, черт возьми, маскировки-то нету, сижу, приманиваю. Горе охотник. Так, вот какой пришел. Вы смотрите-ка, вдруг откуда не возьмись. Вот он какой вышел, красавец. Четверка, да? Ну, рога, конечно, никакие. Это видно и без того, к сожалению. Тогда мы с вами пока осматриваем вот этих ребят. Так, есть тройка. Мне кажется, вот это интересные рога. Вот они, может быть, не такие в высоту. Но при всем при этом, они такие какие-то прям, ну, раскидистые, что ли, в чем-то, да? И, по-моему, одного отростка нет. То ли он обломан, то ли так как-то развились рога сами по себе. Так, а давайте посмотрим. У нас тут, смотрите-ка, еще есть варианты. Так, стоп, стоп, стоп. Нет, все у нас тут одни самки. Но, по-моему, там парочка самцов все-таки есть. Давайте снова углубимся. Воу, посмотрите, сколько вышло здесь в итоге. А та четверка как стояла, так и стоит, что самое интересное. Вот он, вот он, красавец, дождался, наконец-то. Ну что ж, друзья, берем. Я думаю, берем и, может быть, даже сделаем для красоты дубль, например. Надо только правильно понять, на кого мы будем переводиться. Потому что их уже прям, ну, очень много. Очень-очень много. Так, стоп. Ну вот этого, допустим, я взял бы в сердце, если бы он не крутился и не вертелся. Если бы мне тут обзор не закрывали всякие самки. Интересная ситуация, на самом деле. Что-то их тут прям оказалось на удивление много. Я даже не рассчитывал. Столько их здесь встретить. Как же все вообще, какое месиво, безумно из оленей. Друзья, не знаю, что творится. Посмотрите, беспредел какой. Слушайте, как неудобно на самом деле, когда вот такая лажа происходит. Причем, я уверен, что эта игра мудрит, специально закрывая мне самца. Потому что я прицел на нем держу и постоянно его силуэт определяю. Смотрите, да? Он останавливается и тут же начинается какая-то непонятная движуха у всех остальных. Какой-то троллинг. Скрытый троллинг идет нашего с вами охотника. Ну что ж, я дождусь. Я все равно дождусь. Будет и на моей улице праздник. Я уже никакими дублями тут не грежу. Я бы хочу просто взять вот эту четверку и все. Так, ну... Нет, нет, не будем. Не будем дуплить. Ничего не будем делать. В общем-то, результат меня устраивает на все 100%. Добываем последнего, друзья. Последнего. Наконец-то вымучили. Вымучили, выстрадали. Нашли. Сколько же было пройдено пути, да, до этого трофея. Сколько было добыто всяких разных других, которые не подходили. Интересно. Так, ну, мельком так осмотрю, какие тут вообще движухи есть на берегах. А вдруг какой-нибудь лосик интересный тут притаился. Нет, нет, нет. Конечно же, это убегают другие северные олени, которые пришли с этого направления. В итоге, смотрите, озерцо. Маленькое озерцо, чуть повыше большого озера. Озеро большого. Вот такое маленькое озерцо. На удивление, здесь нашлось, ну, десятка-полтора, наверное, животных. Смотрите. Серебро. Да. Странно. Ну, не странно, конечно же. В принципе, почему? Четверка тоже может быть серебром. Но счет по рогам, конечно, хуже, чем у всех остальных, друзья. Но мы возьмем. Возьмем его. Сделаем из него чучело. И это у нас будет треть. То есть у нас все самцы получились выше 300 очков по рогам. В общем-то, неплохо. На этом предлагаю отправиться в жаркую Африку, друзья. Да, вот из этого холода, из этих снегов. Хоть красиво, конечно, но, черт возьми, холодно, замерз. Пойдемте погреемся в нашем трофейном доме сафари Сасика. Вот мы и дома, друзья. Почему? Потому что это единственный дом в нашей игре. Больше у нас нигде дома нет. Остальное все опорные пункты. А это, друзья, полноценный, можно сказать, практически собственный дом. Купленный на кровные. Кровно заработанные. Ну что ж, давайте немножко ускоримся. Дойдем до нашего главного зала. И поставим эту композицию, предварительно, конечно же, создав ее. Я думаю, что вот справа от львов... Здесь у нас будут белохвостые, а здесь будут северные. Я думаю, что это будет хорошее место для этой композиции. Но если подойдет постамент. Надеюсь, что подойдет. Так, выбираем композицию из чучел от МатМат. И нажимаем начать сборку. Смотрим. Значит, у нас 20-20. Это вот такие вот трофеечки. Интересно бы, конечно, узнать, какие вот у меня здесь были. Потому что там могут быть поинтереснее. Но как минимум, мы берем вот этого. Как минимум, мы берем вот этого. Это те трофеи, которые у нас с очень хорошими высокими рогами. И теперь вопрос. Я, конечно, мог бы взять вот этого. Но как бы нам с вами узнать, какое чучело у нас? Так, подождите. А мы же можем сделать отмену, правильно? Правильно, да. Давайте немножко схитрим сейчас. Я просто хочу прям реально очень красивую композицию. Давайте немножко схитрим. Выберем сейчас здесь и попробуем установить северного оленя. Так, это наши добытые. Мы сейчас попробуем какого-нибудь с хорошим рейтингом. Там что-то было у нас в районе 900, что-то такое там. 900 с чем-то, по-моему. Мне кажется, у него должны быть очень крутые рога. Сейчас поищем его. Вот единственное, не хватает здесь, конечно, фильтра тоже какого-то там. Или по алфавиту, или что-то такого. Потому что вот северный олень, вот 931. Запомним. 931. И просто посмотрим на него. Хм. А на удивление оказалось, что нет. Ничего в нем, собственно, красивого-то и нету в этом северном олене. Тогда, друзья, мы с вами выберем вот этого. 879. Да. А вот это уже, друзья, мне кажется, тот, кто нам нужен. Может быть, конечно, у него не самые крутые рога. Но, я думаю, получше, наверное, немножко получше того, которого мы добыли последним. Ну что ж. Давайте начнем сборку. И какой у нас был, какой-то там 879, по-моему, да? В общем, я уже забыл. Ладно, черт побери. Берем вот этого. Или 880. 6400. Платим. Все. Прекрасно. Не будем долго думать и гадать. И давайте установим. Угу. Хм, смотрите-ка, да? То есть на такой постамент эти ребята не помещаются, потому что они слишком большие. Сани продаются отдельно. Мы их установим вот сюда. В общем-то, я угадал. Да, у нас все довольно-таки крутые ребята. Ну что, давайте посмотрим, какие у них здесь есть позы интересные. Конечно, на круглом постаменте. Лучше позы смотреть, потому что, как минимум, да, вот нельзя здесь пройти, тоже не то. Чтобы со всех краев рассмотреть. Ну хорошо. Ох, эпически, как все выглядит, да? Все такие летающие, прыгучие. Симпатично. Вот, смотрите, рога такие большие, да? Они прям создают такой лес. Лес из раков, можно так сказать. Интересно. Ну, поз немного. Получается прыгучая, наверное, пожалуй, самая такая, самая интересная из всех. Ну что, на ней мы с вами остановимся и осмотрим уже вот так вот, основательно, со всех сторон. Ну что ж, неплохо, друзья. Отличная получилась охота, довольно интересная. В чем-то, может быть, даже и получше, чем у нас в прошлой серии. Давайте сейчас окинем взглядом пока наши три созданные композиции. Три серии у нас на них ушли. И в следующей серии мы с вами также отправимся куда-нибудь, друзья. Не хочу смотреть список, пускай это будет для меня сюрпризом. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. В комментарии обязательно пишите ваше мнение, советы, предложения и пожелания, друзья. Увидимся в следующей серии. Пока-пока.